И всем привет, это Лимонкрафт и мы начинаем. Первые планы на третьей серии это построить адскую печь. Это я могу сделать очень просто. Заходим значит в магазин, выбираем палочки, поиск, там, крафт. Ну а че, мы что-то не первые играем, верно? Ладно, выбираем покрытый тау, железный. Понимаем, что не можем купить, хорошо. Поскольку он стоит 130, у меня только 126, где мне найти еще? Здрасте, тут было что-то? Нет, не было, хорошо, может я ошибся. Я помню, когда-то я уложил свою золотую монетку, но видимо я ее потерял, ладно. Покупаем нашу волшебную палочку, оп, я уже у нас. Теперь идем на варп и заряжаем ее, и я вылетел. Супер. Успешно зарядил палочку до 60, точнее до 70, это было капец как долго. Теперь нужно подумать, где будет располагаться наша адская печь. Я предлагаю, чтобы располагаться на где-нибудь. А где? Понятно, что неподалеку отсюда, а, к примеру, даже вот на этом месте можно. Почему бы и нет, хорошо. И боля, наша печенька готова. Теперь нужно подумать, где я буду подниматься. И... Создать еще голодный сундук, верно. Сундук успешно поставлен, теперь осталось сделать только путь, чтобы я смог пройти. Хотя можно просто лестницу такую же поставить, да и не париться. Вот. Успешно готово, теперь нужно опробовать нашу печку. Для этого я беру железный порошок и бросаю его вот сюда. Прощай, два стака железной пыли. Все замечательно работает. Ну и хорошо. Пора немного продвинуться в магии и сделать такую же установку, как и у соседа. Как видим, тут пламя края, нужно по идее 6 штук или 9 хотя бы, чтобы быстро поступало мана. И сделать вот такую маленькую конструкцию. Как мы видим, она работает. Красный факел, это... Какой-то тоже красный факел, но он очень странный. Там у нас идет... Я туда допрыгнуть не могу. Окей, может так получится. Ну и там еще красная пыль. Хорошо, попробуем. Я немного у себя тут усовершенствовал конструкцию. Зачем использовать красные факела, если я просто могу красную пыль вот так расположить и на ледяной. Как интересно. Создаем наши цветы. Два коричневых, один красный, один светло-серый и одна пыль-софея. Буду ее так называть. И продолжаем так. Раз, 9 примерно. Нет, точно 9 раз. Успешно расположил все цветы и проверяем. Проверяем. А, вот, работает. Прошу работать. Правда, я палочку где-то пастил. Надо бы ты ее сейчас взять. Палочка, палочка, моя палочка, ты... А где ты? Я че, еще умудрился палочку посеять? Ох, ё, это же еще хуже. Наверное, я ее посеял в каком-то кровавом сражении. Хоть сам я так и не думаю. Неуспешно создаем наш посох леса и проверяем. Работает достаточно. А, гася, сколько у меня маны. И тут быстро копится. Так, цветы, цветы. Все подключено, все готово, все классно. Водогартенсии, думаю, потом убрать от них толку ноль. Эти и топы получше работают. Хотя, стоят тоже дороже. Где мне столько угля взять? Конечно, от деревьев. Не зря же я послал ту штуку, которую даже солнечная панель полностью попитать не может. Надо будет побольше таких штучек сделать. Хотя они не помогут, но нужно будет что-то с этим сделать, я уверен. Вторую устанавливать такую я не хочу. Но я ее хочу установить именно там, потому что для нее там место есть. И я это сейчас же сделаю. Сейчас же возьмем и переделаем нашу булыку. Кинетические генераторы успешно созданы. Даже два. Второй на всякий случай. И одному кажется, но выглядит это все чертовски красиво. Одно колесо, а нужно еще два. Ну, может я... Да, кстати, два поставлю, потому что вода идет в правильном направлении. В принципе, это можно будет сделать. Энергии будет намного больше. Кстати, она тут уже половина скука. Половина ляма. Нормально. Последнее, что нам осталось сделать, это подумать, где у нас будет платформа для таункрафта. Я предлагаю сделать ее где-нибудь здесь, но тогда тоже придется делать выход. Но, в принципе, она тогда мне не будет на глаза попадаться. Это мне нравится. Сейчас мы посмотрим, докуда у приват. И, если что, уберем вот эту водичку. Смотрим, смотрим. Приватик, приватик. Я помню, что вот. Вот конец привата. В принципе, должно хватить. То есть, где-то так. Так, вот здесь примерно. Все, вот тут будет начало. Главное это запомнить и не забыть. А то плохо потом будет. Короче, вот тут центр. И не выходим за рамки вот этого всего. Хорошо, места должно хватить. Начинаем. По пути еще сделал панели фотовольтового ячейка. Я сделал пять штук. Крафтится они довольно сложно. Хотел я поместить их куда-то туда, но, видимо, мне это не позволит. Вот так будет намного лучше. И я даже место им приготовил. По-другому даже больше приготовил, чем надо. Раз, два, три, четыре, пять. Две лишние остаются. Хорошо. Успешно их размещаем. А, на шефте не получится. Хорошо. А я хотел был быть безопасным. Кстати, как красиво выглядит, не так ли? Эффективность 87%. Ну да, а что так мало? Гуси как и не моргают. Мне нравится. Ну-ка посмотрим, как там все впереди. Есть плюсы в прибавлении? Нет. Плюсов в прибавлении нету. Вы вообще работаете или уже перестали? Так, тут должна энергия... Да, тут энергия появляется. Хорошо. Тут... Тут древесной уголь заканчивается. Тут тоже она... А, нет. Пополняется почти чуть-чуть. Хорошо. А тут... А тут все заполнилось. Ладно. Вот этот челик помог мне зарядить палочку до ста. Большое ему спасибо. Теперь возвращаемся домой. Вот мы и закончили. Оп. Красота. Чего это так быстро крутилось-то? Осталось только подделать пару штучек еще. И, в принципе, можно на этом заканчивать. И всем спасибо за просмотр. С вами был Растин. Всем до новых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока. Пока. Продолжение следует. Да. Картофан, скажи что-нибудь. Ты рад, Картошка-сан? Ой, да ты рад, да? Я даже тебя... Я тебя не потыкал, но ты сам был рад, да? Ой, он радостный. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...